SCP-2740 Особые условия содержания. Ввиду природы SCP-2740 никакие средства прямого сдерживания в настоящий момент неприменимы. Доступ к дому. Стрит. Штат Индиана запрещен. И пресекается служба безопасности фонда. В. Штат Индиана распространено прикрытие Дельта-4В утечка газа. Всем сотрудникам, назначенным на работу с SCP-2740, представляется стандартное амнизационное лечение для работы с когнитивно опасными объектами. Описание. Обнаруживается, что в действительности они этого не делали. Причина этого в настоящее время неизвестна. Кроме того, нет уверенности в том, что этот эффект вообще существует. Исследование этого явления продолжается. Единственная информация по SCP-2740 была собрана посредством интервью с пострадавшими. SCP-2740, по-видимому, вызывает чувство сильного страха в каждом воспринимающем его индивидууме. Хотя причина этого неизвестна. Этот эффект начинает проявляться при входе в дом на стрит или при осведомлении об SCP-2740 из обсуждения с пострадавшими от его аномального воздействия. Интервью 2740-А. Франклин Ли. Ниже приведено интервью, проведенное после обнаружения SCP-2740 с Франклином Ли. Владельцем домов Стрит. Отцом семейства Ли. Опрашивающий. Доктор К. Дорсет. Опрашиваемый Франклин Ли. Начало протокола. Доктор Дорсет. Когда вы начали замечать, что что-то не так? Франклин Ли. Может быть, не знаю, это было много лет назад. Хотя так было не всегда, сначала это было просто что-то, знаете, что-то, что можно было игнорировать. Я помню, каждый раз, когда я проходил по коридору, стоило просто, просто взглянуть туда, и возникало это чувство. Доктор Дорсет. Вы можете описать это чувство? Франклин Ли. Как будто что-то там было. Не то, чтобы я видел это или типа того, но мы ничего такого не слышали. Атмосфера в доме изменилась, и мы думали, что это потому, что она... Я... Нет, это было не оно. Доктор Дорсет. Мистер Ли. Кого вы имели в виду, говоря, она? Франклин Ли. Нашу старшую дочь, Оливию. Она ушла, когда ей было 17 лет. И тогда происходили всякие вещи. У нас были несколько трудные времена. Оливия ушла к сестре моей жены. Мы не говорили с ней много лет. Я думаю, что я... Я не знаю, может быть, мы еще тогда начали это все замечать. Доктор Дорсет. Что вы начали замечать? Франклин Ли. Тихо. Все было очень тихо. Не так, как бывает в доме, где есть еще три ребенка, но... Я не знаю, это просто как будто нарастало со временем, понимаете? И через некоторое время я решил, что нужно узнать, нужно найти что-то, что было там, от чего она убежала. Доктор Дорсет. Мистер Ли? Франклин Ли. А я... Я пытался. Я даже не знаю, сколько раз я пытался. Я начинал подниматься, открывал глаза и снова оказывался в постели или в гостиной у телевизора. А чувство никуда не проходило. Я ушел с работы. Я не мог справиться со стрессом. Я не мог объяснить кому-либо. Все думали, что я сошел с ума, но... Я несколько раз хотел снести весь дом. Я даже подписал бумаги один раз. Но потом я перезвонил, а той компании больше и не существует. Доктор Дорсет. А почему вы не переехали? Франклин Ли. Думаете, мы не пробовали? Это как подниматься по той лестнице. Проходите полпути, открываете дверь и можете почувствовать это. А потом вы оказываетесь на кухне за столом. Конец протокола. При завершении этого интервью мистер Ли и его семья были доставлены в Зону 81 для проведения экспертизы. Их освобождение было отложено для дальнейшего изучения их психического состояния. Семейство Ли не было доставлено в Зону 81. Предыдущее утверждение об этом было ошибочным. Исследование этого явления продолжается. Интервью 2740В. Ивет Ли. Ниже приведено интервью, проведенное после обнаружения SCP-2740 с Ивет Ли. Со владельцем дома в... Стрит. Матерью семейства Ли. Опрашивающий. Доктор К. Дорсит. Опрашиваемый. Ивет Ли. Начало протокола. Доктор Дорсит. Миссис Ли. Вы можете объяснить мне, почему ваш муж не в состоянии сформулировать какие-либо подробности об SCP-2740? Ивет Ли. Вы не бывали в том доме, доктор Дорсит? Доктор Дорсит. Не бывало, мое рабочее место здесь, в нашем мобильном училище. Ивет Ли. Тогда вы не сможете понять. Мы 20 лет там жили. И мы не можем даже. Мы не можем даже ничего с этим поделать. Мы все пробовали, но ничего не помогает. Доктор Дорсит. У нас есть основания полагать, что вы входили на чердак. Эта информация была получена после обсуждения с тремя младшими детьми Ли. Каждый из которых сообщил о событии, когда их мать вошла на чердак и находилась там в течение нескольких минут. После чего спустилась. Никакой другой информации относительно этого события обнаружено не было. Вы можете это подтвердить? Ивет Ли. Я... Нет, конечно нет. Я... Доктор Дорсит. Миссис Ли будет намного легче, если вы постараетесь быть честны с нами. Ивет Ли. Мы с мужем... Мы были хорошими родителями. Но мы ссорились с Оливией из-за многих вещей. Вещей, которые сейчас кажутся несущественными, но... Это вбило клин между нами. И мы все почувствовали, что в этом месте что-то гниет. Она не могла признать ошибок, которые совершила. Когда она ушла, я по-прежнему чувствовал этот клин. Как будто она никуда не уходила. Однажды ночью я проснулась и услышала ее. И пошла к лестнице. И поднялась туда. И... Доктор Дорсит. И... Ивет Ли. Я не знаю. Это была не Оливия. Конец протокола. Отчет об инциденте 2740-А. После интервью с мистером и миссис Ли и их детьми, а также с соседями, пострадавшими от SCP-2740, все из которых были уверены в существовании SCP-2740, но расходились в прочих деталях, было предпринято несколько попыток проникнуть на чердак как с участием людей, так и без такового. Во всех случаях дальнейшее расследование показало, что таковых попыток на самом деле не предпринималось, несмотря на то, что вовлеченные сотрудники утверждали обратное. Эти попытки включали прямой доступ через мансардную лестницу второго этажа, применение кумулятивных зарядов в различных точках на потолке второго этажа, запуск беспилотного аппарата через вход с лестницы, доступ с участием людей и без такового через крышу, а также полный снос дома. Как сказано выше, не существует никаких записей о том, что любой из этих методов был на самом деле применен. Интервью 2740-С Оливия Ли. Ниже приведено интервью со старшей дочерью семейства Ли, Оливии, обнаруженной в... где она работала в качестве ландшафтного подрядчика под именем Рыбекки Фельдман. Опрашивающий. Доктор Хэ Гаррит. Опрашиваемый. Ребекка Фельдман. Она же Оливия Ли. Начало протокола. Доктор Гаррит. Мисс Фельдман, я хочу обсудить с вами некое явление, связанное с вашим родительским домом. Скорее всего, наблюдающиеся на лестнице на... Мисс Фельдман. Чердак. Я знаю. Я знала, что кто-то придет ко мне поговорить об этом. Я просто не думала, что это будет так скоро. Доктор Гаррит. Так вы говорите в курсе этого явления? Мисс Фельдман. Я ушла от моих родителей еще когда была ребенком, доктор Гаррит. Мы всегда ссорились. Им не нравился тот выбор, который я делала, во что я верила, с какими людьми я проводила время. Там было много злобы. Столько злобы мне даже казалось, что она меня задушит. Когда я уехала, я почувствовала, что снова могу дышать. Я никогда не возвращалась потом, но... Иногда я по-прежнему чувствую это. Знаете такое чувство, когда во сне вы пытаетесь убежать от чего-то и не можете это увидеть? Не знаете, существует ли оно на самом деле? Но все равно убегаете. Вот какое-то такое чувство. Доктор Гаррит. А что побудило вас покинуть родителей? Мисс Фельдман. В один вечер мы ссорились. Мой папа был тогда пьян, а мама и того хуже. У меня давно еще лежал нож под подушкой. На всякий случай. И они пришли в мою комнату ночью. Я не знаю, чего они хотели, но я вытащила нож и отыгнала их к стене. Было такое чувство, что я задыхаюсь. И тогда в первый раз его услышала. Что-то двигалось надо мной. Я бросила нож и побежала без оглядки. Доктор Гаррит. Вы, вы знаете что-нибудь о том, что там на чердаке, мисс Фельдман? Мисс Фельдман. Всегда есть какие-то секреты, доктор. Бывает так, что ненависть так накапливается в каком-то месте, что оно само начинает тебя ненавидеть. Я не знаю, что там на чердаке. И есть ли что-то там вообще. Я не думаю, что хочу это знать. Конец протокола. По завершению этого интервью, мисс Фельдман была задержана сотрудниками фонда для дальнейшего расследования ее заявлений. В настоящее время считается, что никакой Оливии Ли не существует и никогда не существовало. Продолжаются исследования данных, приведенных в протоколе интервью 2740-С. Субтитры создавал DimaTorzok